Продолжение следует... 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 Да, то есть результат на глазах был, ребенок пришел в норму, она училась, она хорошо сдала зачет, и я видела ее, в общем-то, благодарность в глазах за то, что в какой-то момент она почувствовала, что она не одна. Это очень страшно, остаться один на один с этим горем. В этом проблема есть, проблема не только у детей, она потом перерастает из садика в школу, из школы в вуз, и идет потом до конца дней по всей жизни. И как психиатр я вижу этих пациентов, которые испытывают тревожные, депрессивные расстройства, страдают и осознают, некоторые не осознают страх смерти, страх заболевания, а вдруг это передастся мне, мама, папа болели, а вдруг я тоже заболею, они об этом говорят. То есть, если это не сделать сразу, это потом никуда не денется, это может вполне остаться. По поводу того, говорить детям или нет. Ну, конечно, если вы что-то не говорите, что-то скрываете, вы выпадаете из доверия. Как можно доверять? Ты самый близкий мне человек, мама, папа, самый близкий. Кто еще может быть ближе? Если врете вы, врет весь мир. Кому тогда я еще могу доверять, если вы не хотите мне говорить правду? Плюс ко всему, если нет реальности, все остальное будет додумываться. Как об этом уже говорили, область фантазии может дойти до расчетки, страха расчетки, чего, в общем-то, угодно. Проблема в том, что почему, собственно говоря, взрослые не хотят говорить. Ведь, может быть, они понимают, что надо, но ведь это уже очень тяжело. Смерть действительно, в первую очередь, переживается не только детьми, но и нами, взрослыми. То есть столкновение с ней, реально ее увидеть, коснуться ее, увидев ее. Врачи видят. Ну, вот как-то мы так вот на переднем фланге, мы ее видим. Но все остальные, они отгрыжены, их защитили, умирают где-то в больницах. Не принято умирать дома. Мой личный опыт, я была очень молодым. Тогда доктором, но психиатром я стала работать очень рано. Где-то 23-24 мне уже было, я стала работать. И когда у меня мой отец лежал, и был выбор, умирать в больнице или умирать дома. Вот я скажу, вроде бы у меня было образование, я уже получала второе высшее психологическое, мне казалось, я справлюсь. Я приняла решение, что это будет дома. По факту все остальные разбежались. И осталось один на один. То есть первая реакция всех людей, взрослых, близких – бежать. Когда уже было ясно, что осталось там несколько часов, вот это вот еще сутки максимум и все, я видела, как у всех сразу возникли дела. Всем надо было на работу, хотя я тоже была больных, меня отпустили, я попросила, чтобы меня освободили. То есть осталось я, все остальные благополучно бежали. И при том, что в общем-то уже тогда у меня, ну пусть я и молодая была в том периоде, но все-таки какие-то были знания, я вполне осознавала, что это очень тяжело. То есть даже специалисту столкнуться один на один с этим очень сложно. А людям неготовым, обычным, да, вот, которые не проходили ни обучения, ни консультировались. Но это непостижимая задача, то есть им, естественно, нужна помощь. И такой момент, да, почему все-таки взрослые уходят от этого разговора, да, ну когда действительно уже, да, человек умирает, это больно. Он зациклен где-то на своих переживаниях, мне плохо. Если я расскажу об этом ребенку, будет переживать ребенок, и мне придется в таком случае еще заниматься не своими переживаниями, а еще его переживаниями. То есть, как вы сказали, а вдруг это будет не очень хорошая реакция? А мне же так сейчас плохо, я так сейчас страдаю, и тут еще его реакции. А вдруг он перестанет учиться, а вдруг у него появится депрессия, мне его еще надо будет к психологу вести, да. Вот, может быть, я лучше промолчу, да, потому что это где-то еще человек сам себя отгораживает от столкновения с дополнительными трудностями. Плюс такой момент, как осознание нами и принятие действительно собственной смертности. То есть, как конкретно человек на это реагирует? Если есть внутри взрослого человека вот этот вот страх, да, и желание как можно меньше об этом говорить, вот как, да, я поняла, что в Америке это вообще тублированное, это лучше об этом даже не заикаться, да. То есть, они сами себя от этого отгораживают, да, то говоря об этом ребенку, он считает с нашего лица, что это ужасно. Да, если мы не можем спокойно об этом поговорить, то как вот он должен принять нормально, адекватно, если мы сами этого еще не приняли. То есть, очень много всяких вот этих вот моментов, и если ими не заниматься, то однозначно это все выливается в огромное количество неврозов. То есть, их размер сейчас, с каждым годом увеличивается, от этого не застрахован никто, никакой ни социальный статус, ни образование не защищает от тех неврозов, которые у нас сейчас есть. Вот, под проблемой надо заниматься действительно и поддерживать, и помогать, и объединяться. Первую, наверное, очередь всем, и психологам, и психиатрам, и педагогам. Вот, и дошкольное образование, очень, я бы сказала, много есть моментов в дошкольном образовании, где можно испытать сложности таким детям. Например, очень много нацелено на какие-то конкурсы, где призваны участия родителей. Смастерить кормушку ребенок может сам из пакета молока. В пять лет он не может взять молоток, гвозди и деревянную сделать кормушку, еще раз красить и там как-то обклеить. То есть априори он в этом конкурсе проиграет, потому что тот, у кого есть папа с молотком и с пилой, принесет красивую большую кормушку для птичек, и ему дадут первое место. Ребенок, у которого вольная, ну скажем, мама, которая не может заниматься такое количество, она не в состоянии выполнить каких-то невероятных там конкурсов, где, в общем-то, в большей степени родители принимают участие, чем дети. То есть даже в этих моментах они могут уже как-то себя чувствовать, даже вот даже в садике, что некому делать, они могут только сделать сами. У нас очень много уже перекладывается на родителей, вот участие родителей и в школьных заданиях, да, он может сделать сам. Вот как он сделал, замечательно. Насколько это готово принять в школу самостоятельную работу ребенка без участия родителей? Вот вопрос, кстати. Ну, это вопрос еще к родительскому сообществу, которое соревнуется в том, кто лучше за ребенка сделает. То есть иногда школа просто не может контролировать этот процесс. Там так растет планка качественная. Вот да, вот да. Ну, а как в этом себя ребенок учит? Это какой-то очень комплексный вопрос, действительно, потому что в эту ситуацию вовлечены еще и родители друзей этих детей, между прочим. То есть вот об этом мы не говорили, там друзей, одноклассников и так далее. То есть, на самом деле, спектр вопросов, он, конечно, абсолютно, мы только вот сейчас подступаемся к этому, только начинаем разговор.